Алло. Антон, добрый день. Шуманин беспокоит. Камчатка. Здорово. Как тебе дела? У меня-то нормально. Ты где? На Камчатке. Ты дома? Нет, я не дома. На общий режим меня перевели. Достало их там крепко, в Владивостоке. Поэтому меня быстренько сплавили сюда. Ты сейчас где? Что за общий режим? На Камчатке. Камчатский КПНД местный, психонерологический испанский Камчатский. Они же тебя здоровым признали. Поэтому сейчас этот разговор идет. Они меня признали здоровым, а я снова попал в их стены. Сейчас они знают, что со мной делать. Подожди, а как тебя туда перевели? На основании чего? Суд, что ли, был или что? Был. Был в прямой суд. Перевести на общий режим. 11 декабря был суд. А кто судья? Я не помню ее фамилию. Сенат я тебе поддельно скажу. Вот. Было бы принято постановление о том, что меня перевести на общий режим. Ну, хорошо. Хорошо. Я рад. Так что я сейчас на связи. Я сейчас потихонечку начинаю входить в работу. Давай, давай. И это, Владимир, смотри, давай поаккуратнее со словами. Потому что я слышал у тебя там уссурийский, у тебя там проскальзывало некоторые слова. Что такие, растакие и все такое. Недопустимо это. Пересиливай себя. Уссурийский не высказывался нигде. Было, было, было. Я слышал. Да, когда. Я ж помню, так вообще не публиковался, когда был уссурийский. Я какой-то телефонный разговор слышал или участвовал, не помню. Полгода назад было, в самом начале. То ли ты с женой разговаривал, то ли я с тобой. Короче, где-то у тебя там какое-то слово проскальзывало. То есть была агрессия к этим всем товарищам. Ну, я в любом случае, было это или не было, но я твои слова принял. Конечно же, буду аккуратный. Относись к ним, как к учителям. Ты не скажи, как у тебя дела. Да у меня нормально, что это. Я тут это, как живой суд выиграл. То есть пришел, заявился живым мужчиной. Вся страна в шоке. Мне постоянно звонят и консультируются, как так же нам сделать. Ну, конечно, вышли мне на почту свое-то решение суда. А ты что, у тебя там компьютер есть? Мне дали компьютер, точнее разрешили пользоваться моим компьютером. Так что завтра я ставлю тот самый модем. И смогу ему по скайпу общаться хоть каждый день. Так, я тебе тогда решение якобы сюда вышлю. И ссылочки на видео прямо увидишь. Я там же видео снимал полностью. Хорошо, давай, я с удовольствием ознакомлюсь с твоими победами. Добро, добро. Хорошо, звони мне, я на связи. Добро. Брат, очень рад, что ты обратно вернулся в родные края. Ну, это только начало. Они же мне вынесли... Правильно, там же заключение, что я здоров. Как они мне лечить сейчас будут? Мне сейчас сами находятся в замешании. Более того, мне звонили люди по поводу тебя и сказали, что вот тот диагноз, который тебе поставили, он уже давно отменен. Где-то год или два назад они, короче, какое-то решение приняли, они поотменяли все эти диагнозы. Вот именно там типа параноидальная шизофрения, ну и такие вот простенькие. И он сказал, что типа вот надо именно на это давить. Что нет такого диагноза. Вы как вообще человека по несуществующему диагнозу удерживаете? Это же преступление. Да. Ну да. Такого диагноза. Потому что по той международной классификации психиатрических заболеваний, которые существуют, под моим таксодиагнозом это очистится совсем другое заболевание. Под этим номером. У меня там идет расстройство личности, а в этом идет дисфункция головного мозга по международной спецификации диагнозов психиатрических. То есть такого диагноза нет. Ну ясно. Они, короче, лишь бы что-нибудь прилепить, лишь бы что-нибудь прилипло. Они прилипло только потому, что это диагноз, который они меня, так сказать, всучили. Он бывает последствием после сахарного диабета. То есть вот сахарный диабет было ключевое слово. Чтобы можно было связать диабет с психиатрическим диагнозом. А это здоровье у тебя как? Пятка там, диабет, сердце там. Я не знаю. Что у тебя? Все нормально? Нормально. Нормально. Более-менее нормально. Конечно, есть проблемы еще, но, по крайней мере, не так крепко, как было раньше. Ты мне расскажи, я хочу этот разговор опубликовать для всех, потому что очень многие спрашивают. Я вот делал прямые эфиры и многие спрашивали про тебя. Как у тебя дела? И что делать вообще? Как тебе оттуда вызволять? Ты можешь прокомментировать, что у тебя там в психушке вообще происходило? У тебя навязки привязывали? Что у тебя кололи? Ну, как и всем кололи в таких случаях. Нейролептики какие-то, да? Транквилизаторы? Нейролептики, да. Значит, сначала не кололи, а потом, когда, значит, видимо, пришла команда сверху, абсолютно с пустого места назначили. После, ну, мягкое такое было назначено лечение, которое без нейролептиков. Назначили нейролептики, психотропы назначили. Вот. И тогда у меня было очень крепко, уходо. Но я выдержал. Вот. Я не, значит, ну, не опушился, не стал, так сказать, как все. Вот. Выдержал это дело. И после этого они просто уже поняли, врачи, что воевать со мной бессмысленно. Это может очень дорого закончиться. И, кстати, пока ты там был, этот главный, главврач, вот эта вот сурийская женщина, не помню, как ее фамилия. Она, про нее вышло видео. Шоковая. Как? Шоковая фамилия. Во-во-во-во. Вышло видео, как там доктора перед ней на коленях ползают. И вот это видео, в том числе, и очень большое количество обращений и жалоб, и требований со стороны общественности. Мне прямо так и сказали врачи, что, Владимир Юрьевич, мы давайте, мы прекращаем всю эту указавасию с вами, а вы, пожалуйста, пообещайте нам, что больше не будет этих вот публикаций и не будет больше, значит, этих вот писем, которые... Как это не будет? Они что, дальше хотят на коленях ползать перед главврачом, что ли? Я не понимаю. Да им-то что? Они же не люди. Они же присмыкающиеся. Они потому и ползают, что присмыкающиеся. Нет, они люди, они поэтому с тобой и начали разговаривать. Относись к ним, как к людям. И они будут людьми. Я отнесся к ним, как к опытным людям. И дал им, значит, направление деятельности. И они это направление выдержали. Немедленно меня после того, как оформили все документы в суд после этого разговора. И как только вышло постановление, переезжая в собственный иск, отправили меня на Камчатку. Вот 11-го был суд. 21-го постановление вступило в законные силы. Соответственно, 23-го меня уже они выпихивали. Но тут уже Камчатка немножко... Там они не, скажем, не вовремя оформили мне документы, какие нужны. Билеты купили не вовремя. Поэтому не 23-го прилетел, а сегодня 24-го. Но все равно очень быстро. Это рекорды после того, как выписки, после того, как вышло постановление суда. Жену видел уже? Да, конечно. Александра? Конечно, мы общались. Сашу нет, пока не видел. Ну, это, сообщи им всем. Потому что все волны в таком состоянии за тебя переживают. Я сейчас их обзвоню, как мы тебе позвоним. Ага, благодарство. Ну все, давай. До новых встреч. Звони, если что. Я как-то на вашу скайп, значит, свяжусь. Добро, добро, давай. Все, до свидания. Порадовал. Молодец. Лес. 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 Порадовал. Лес. Субтитры сделал DimaTorzok